Депутат Народного Собрания Гагаузи Орманджи, заместитель председателя Народного Собрания Гагаузи, курирует деятельность постоянных комиссий по вопросам сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, природным ресурсам и экологиям, по внешним связям и местным публичной власти и комиссии по здравоохранению, социальной защите населения, вопросам детства, семьи и труду. Николай Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Оставайтесь с нами, встретимся через несколько секунд. Николай Николаевич, Гагаузи живет в настоящий момент по временному бюджету, который копирует показатели 2021 года. Необходимость возникла после того, как Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе решение об аннулировании закона о бюджете на 2022 год. Доходные и расходные части второго временного бюджета по центральному и районным бюджетам сбалансировано и не предусматривает дефицит. На последнем заседании было предложено уйти в отставку председателю комиссии по бюджету. Ваше мнение? Да, 6 октября исполнительный комитет на своем заседании принял постановление о вводе второго временного бюджета из-за того, что Башкан подала, когда в апреле месяце народное собрание приняло бюджет и преодолело вето. Она подала в судебные инстанции, оспорила данный законопроект и по процедурным моментам там не было вопросов со стороны судебных органов в сам текст закона. А были процедурные моменты, которые из-за этих процедурных моментов суд в трех инстанциях отменил действие данного закона. Я к этому отношусь немножко. Меня тревожит, что мы не можем разобраться на месте между исполнительными органами и народным собранием, сесть, найти консенсус. И тревожит то, что оспариваются наши законы. Это делалось неоднократно. Наши законы отменялись на основании иска госканцелярии, то есть правительственная структура. Но тут мы начали между собой, и это в истории в Гагузии первый раз. Вот это меня настораживает. Мы должны находить консенсус и бюджет. Это непрерывный документ. Он должен всегда действовать. Из-за этого сейчас, 6 числа, начало действовать временный бюджет. В этом временном бюджете не только 1.12.2021 года, но ряд поправок было внесено в 2018 году. И решения, которые были приняты до 6 октября, они взяты во внимание в временном бюджете. Но пока они исполняются? Нет, они будут исполняться. То есть тут речь идет о капвложениях местного значения, потому что в прошлом году их не было. Это исполнение закона здоровое поколение, то есть детей кормить в школах и в садиках. Тут также был исполнен закон о субсидировании, то есть 4 миллиона 50 тысяч был долг. Тоже наши сельхозпроизводители, которые провели работы и соответствуют нашему закону о субсидированном сельскохозяйстве, получили деньги, но получили деньги за 2021 год. Это тоже было в бюджете. Самый для меня вызывающий вопрос, во временном бюджете нет финансового обеспечения закона, что мы принимали сейчас недавно в августе месяце, в конце августа, касающийся выплат детям по тысячу лей и для четырех категорий еще по 500 лей. Мы не внесли изменения в бюджет, который отменен в плане увеличения и исполнения данного закона, а речь идет о 16 тысячах детей, то есть это порядка минимум 16 миллионов лей. Мы должны были внести изменения в бюджет и во временном бюджете мы это не успели сделать, но сам закон принят, башка нам подписан, то есть он действует. Но он финансово не обеспечен и сейчас исполнительный комитет должен изыскать возможность совместно с народным собранием о внесении каких-то поправок в временный бюджет для того, чтобы обеспечить данный закон. То есть мы должны выплатить. На данном этапе, к большому сожалению, эти оплаты не могут производиться. Мы ищем варианты решения данного вопроса и постараемся, если это позволит, в этом году обязательно исполнить закон, который мы приняли. И дети должны получить эти тысячи лей. Получается ноябрь-декабрь. Случай может быть и такой, что если не получится у нас, мы обязательно должны учесть при принятии бюджета на 2023 год, обязательно должны учесть исполнение этого закона. Там не 16 получится, то есть списки уже все школы собрали, уже цифры известны, кто получает тысячу, кто имеет другие критерии, там получится больше, чем 16 миллионов. 16 это минимум, если всем по тысячу, а 500 добавит, я не знаю, 18 будет. То есть информация уже в Главном управлении образования, скорее всего, есть, потому что школы собрали эти списки, заявления, кто подал. И эта цифра будет известна. Если получится, мы обязательно постараемся исполнить этот закон, внести изменения в временный бюджет. То есть в этом вся проблема. Во всех остальных наших программах, социальных программах, законах во временном бюджете учтены эти моменты. То есть все это продолжится. Спасибо. Николай Николаевич, вы курируете комиссию по здравоохранению, социальной защите населения, вопросам детства, семьи и труду. Молдавское правительство предусматривает также компенсации на электроэнергию, газ, тепло. На ваш взгляд, вот эти компенсации как-то помогут жителям Гагаузии, жителям Молдовы перезимовать грядущую зиму? Потому как говорят, что зима ожидается холодной, да и цены нас не радуют. Не знаю, я не могу предсказывать, какая будет она, холодная или не холодная. Мы должны быть к этому готовы. Если отвечать на ваш вопрос, конечно, я считаю, что не смогут полностью обеспечить этой компенсацией, потому что цены поднялись с 4,60 до 30 лей газ, электричество сейчас поднялось. Я думаю, что мало обеспечены пенсионеры, инвалиды, да и работающие не смогут осилить, если у них дом, там отапливать газом. Если будут потреблять порядка 300-350, это будет больше 10 тысяч лей, а заработная плата, если 6-10 тысяч лей, конечно, не смогут. Даже компенсации в полторы тысячи лей в месяц или больше, там по категориям и по достатку. Это что касается Молдовы. Приняли решение, потому что там цифр пока нету. Только дали возможность сейчас людям регистрироваться и подавать заявки на компенсацию по электроэнергии и газу. Я считаю, что и мы думаем, у нас и есть законопроект, который мы готовим, но опять же есть вопросы в плане финансового обеспечения данного закона. Я так понимаю, нужно все-таки принять бюджет на 2022 год, где будут предусмотрены все вот эти вот суммы. Да. Мы можем законы принимать, но нужно их еще и исполнять. Да, но понимаете, проект закона о бюджете, исключительная компетенция подготовки и утверждает народное собрание. Но готовить должен исполнительный комитет. Инициатива должна исходить от исполнительного комитета. Я, кстати, на заседании исполнительного комитета задавал этот вопрос. Мне сказали, что будут готовить закон на 2022 год, то есть вот эти два месяца. Но из опыта эта процедура занимает как минимум месяц. То есть исполнительный комитет должен подготовить эти цифры, должен предоставить профильные комиссии. Комиссия должна... А, исполнительный комитет должен провести публичное слушание. Потом в несколько заседаний комиссия должна утвердить этот бюджет. Потом в первом, во втором, если надо будет и в третьем чтении принять этот бюджет. А сегодня, вы знаете, что уже середина октября... На вашей памяти было такого? Не было. Я уже отмечал, что не было такого, чтобы отменяли бюджет. Да, было такое, что бюджет принимался с опозданием. Но 6 октября оставаться временным бюджетом, такого не было в истории. Какие могут быть последствия, на ваш взгляд? Последствия сложности в реализации или вновь принимаемых, или принятых законов, вот в этом сложности. Но я думаю, что и Народное собрание, и исполнительный комитет предпримет все меры для того, чтобы мы этот год закрыли без долгов. То есть мы должны сейчас предсказать, какие доходы будут собственные, чтобы мы ориентировались и исполнили все взятые на себя обязательства. Хорошо, а где будут искать финансы, вы говорите? Вот нужна такая-такая сумма, а где их будут искать, чтобы закрыть все задолженности? Их не надо искать. Я имею в виду прогнозировать правильно доходы и сокращать расходы, которые не так сильно необходимы. Вот мы давно в Народном собрании говорим, что мы должны быть готовы в ноябре, в декабре, в январе, в феврале, в марте месяце. Вот на этот период мы должны иметь какие-либо финансовые средства для того, чтобы мы могли оказать помощь. То, о чем мы говорим. Финансовую подушку вы так имеете? Да, да. Резервную такую. Поэтому мы предлагали и исполнительному комитету, и Народное собрание пошло, сократило три штатные единицы. Исполнительному комитету тоже предлагали сократить все ваканты. Мы не говорим о работающих, которые физически сегодня работают и получают заработную плату. Если в каком-либо управлении есть 5-6 штатных единиц, вот мы говорили об этих цифрах. Мы говорили о сокращении командировочных расходов, топлива, то есть зажать ремни и быть готов. Хорошо, какой должен быть исполнительный комитет? На предстоящей сессии будет рассмотрен вопрос об исполнительном комитете. Какой он должен быть, на ваш взгляд? Каким он должен быть? Это прерогатива Башкана. На мой взгляд, если вы... Вы имеете в виду сократить одно, второе, третье? Нет, я говорил о сокращении вакантных мест. Я говорил о сокращении бензина, расходов на транспорт, командировочный. То есть сократить максимум, что возможно, и за счет не только этих. Может быть, ряд программ, которые не такие, так скажем, актуальные сегодня. Мы должны создать такую подушку безопасности, чтобы мы могли людям помочь в отопительный сезон, помощь по оплате газа и электроэнергии. Вот о чем я говорю. Я так понимаю, переориентироваться в социальную сферу, помогать больше жителям автономии. А вот скажите, на ваш взгляд, вы говорите о каких-то там мероприятиях. Сейчас прошел инвестфорум, предстоящий праздник вина. До этого было ряд таких вот мероприятий. Насколько их необходимо проводить в Гагаузии и нужны ли они нам? Потому как не раз, когда смотрим заседание Народного собрания Гагаузии, некоторые депутаты высказываются о нецелесообразности проведения таких мероприятий и праздников. Мы давали запрос в исполнительный комитет о предоставлении информации, сколько средств было потрачено из бюджета и, если есть спонсоры, на проведение этого экономического форума в Гагаузии в этом году. Такую информацию мы еще не получили. Надеюсь, что мы получим. Но я хочу сказать мое представление об экономическом форуме. Я думаю, что в течение всего года, в процессе работы управления экономикой, у нас есть агентство по привлечению инвестиций, они работают с инвесторами, работают по подготовке всех необходимых документов, регистрации, работают с обеспечением рабочей силы данных. И вот если заготавливается, допустим, 10 инвесторов, которые изыскали, это финальная часть в данном экономическом форуме, где подписывается и дается старт. Я это так понимаю. Я не был на этом экономическом форуме, но насколько из информации я не видел там подписания каких-то контрактов. Там говорили о достижениях в прошлые года, но свежих инвестиций я не видел. Может быть, это связано с сложным периодом из-за того, что происходит у нас у соседей, может быть, и с этим связано. Но я представляю это так. Этот экономический форум должен финализировать годовую работу данных агентства инвестиций. И я так думаю, что управление экономики тоже взаимосвязано, они работают в тандеме. Результат работы. А вот такие правила... Там же есть другие управления внешних связей. То есть это должна быть какая-то финализация. Но о себе нужно заявлять. А вот где заявлять о себе, если не на таких площадках? Я не против проведения этих форумов. Я ничего не имею. Я просто задаю вопрос. Это должно быть финализацией работы исполнительного комитета, где удалось им привлечь какие-то инвестиции. И это вот подписание контрактов, то есть подведение каких-то итогов. В моем понимании это так. Николай Николаевич, были приняты и внесены дополнения изменения в постановление Народного собрания ГГУЗи об утверждении программы возмещения контрибуций, финансируемых из Центрального бюджета на социальные объекты ГГУЗи и ряд еще. Можно об этом поговорить? Что собой представляют эти возмещения контрибуций? Насколько важно такой вот закон у нас в ГГУЗи? Вот чем мы отличаемся от другого района или региона Республики Молдова? Один из отличий, это при принятии закона о контрибуциях. Мы еще помним лет 15 назад в селе, когда выигрывали какие-либо проекты, всегда был вклад данного населенного пункта или города для реализации данного проекта. Это если даже касалось и водопровода, газификации или ремонта школы, то есть должны были собирать у местного сообщества 20%. То есть каждый проект имел от 10 до 30% должны были собрать у населения. При принятии этого закона мы, вот местные органы власти, написав проект, выигрывая этот проект, подают исполнительный комитет, исполнительный комитет выходит на народное собрание, утверждается и уже последние три года мы утверждаем этот фонд контрибуции в ГГУЗи 20 миллионов лей. В этом году больше проектов выиграли наши населенные пункты и мы увеличили в бюджете еще на 5 миллионов. То есть на фонд контрибуции у нас было в этом году заложено 25 миллионов лей. И я думаю, что это дает стимул нашим примарам, нашим советам, нашим депутатскому корпусу, исполнительному комитету, любому сообществу участвовать в проектах, привлекать в ГГУЗи финансовые средства и реализовывать проекты, а контрибуция помогает, чтобы они не ходили и не собирали у жителей какие-то финансовые средства. Но вот слушая вас, этот закон оправдал себя. Очень оправдал, да. Потому как привлечение грантовых денег, привлечение внешних сюда в Ливане очень хорошо, потому как сами мы не вытягиваем. Вот даже, извиняюсь, я вас перебил, может, последние вот эти 5 миллионов лей, которые мы распределили на последнем заседании Народного собрания, то есть мы вкладываем контрибуцию 5 миллионов лей, а сумма привлеченных на реализацию этих проектов составляла порядка 76 миллионов лей. То есть 76 миллионов лей в ГГУЗи заходят и реализуются проекты, и мы добавляем еще 5 миллионов, и реализуется на 81 миллион лей, чтобы вы понимали. Есть ли такой анализ? Сколько выделяют грантовых сюда в Ливане в ГГУЗи по сравнению с другими районами Молдовы? Конечно, должно быть. Исполнительном комитете должны быть. Ежегодно, сколько проектов выиграно, мы видим только контрибуцию, а исполнительный комитет эту информацию должен иметь. Значит, информацию можно у них получить. Скажите, пожалуйста, в чем главные причины социально-экономических проблем, связанные здесь у нас ГГУЗи и Молдовы, и как они отражаются на жизни людей? Можно говорить свое мнение или мнение депутатского? Ну, вы можете сказать свое мнение, и как депутат Народного собрания, что делается в Народном собрании. Ведь депутаты, они как законотворцы. Да, эти проблемы у нас уже порядка 30 лет. В моем понимании, какие проблемы у нас есть? Молодые люди уезжают на заработки. Раньше уезжали больше в Российскую Федерацию, сейчас уезжают в европейские страны. И по статистике у нас в Республике Молдова сейчас на одного пенсионера в Республике Молдова 0,89 работающих. И вот сколько этот человек, который работает у нас, имеет рабочее место, сколько он должен получать, чтобы обеспечить данную... Содержать себя еще и пенсионера. И пенсионера. Даже один к одному не уходит. Это говорит о том, что у нас очень в плохом состоянии экономика. У нас в основном в Республике остались люди, работающие в бюджетной сфере. Предприятий мало. И я вам скажу, те бизнесмены, которые даже вкладывают деньги, имеют свой бизнес, для них в последнее время очень большие проблемы найти людей для обеспечения своих потребностей. То есть у нас нету трудоспособное население уехало. Вы имеете в виду те сельхоз... Да не только сельхоз. Да и сельхоз в том числе. Не могут найти нормального тракториста, не могут найти нормального агронома. Потому что наша молодежь, обучившись, даже закончив высшее учебное заведение, уезжает и ищет... Николай Николаевич, ну можно же тогда такие программы в поддержку молодого поколения разработать и с помощью депутатов привлекать... Вот я имею в виду... Кстати... Написать такую законодательную инициативу совместно с исполнительным комитетом, чтобы возвращать молодежь обратно. Кстати, именно в этом плане и мы сейчас работаем с рядом коллег над одним законопроектом. Вкратце он похож на закон о капвложениях. То есть создать фонд для экономического развития всех населенных пунктов. Помогать через бюджет. И эти финансовые средства закладывать в бюджете. Искать дополнительные финансовые средства от наших друзей, доноров с других стран и пополнять этот фонд. В чем заключается дальнейшая процедура? Согласно жителей в населенных пунктах, сколько проживает людей, разделить этот фонд на одного жителя и вот этот фонд должен быть направлен в населенный пункт. То есть это будет видно. В примарию. В примарию, да. В примарию создается комиссия, куда входят и примары, и советники, и активы, и депутаты, и члены исполкома, которые объявляют, что село получило, допустим, полмиллиона лей на развитие бизнеса для стартапов, для действующих. То есть люди, которые остались у нас в населенных пунктах, мы должны им помочь заинтересовать или создать новые рабочие места или открытие новых рабочих мест. И этим людям дать срок, допустим, три месяца. Вы пишете свои бизнес-планы, предоставляете данные комиссии, комиссия распределяет и в течение трех лет она контролирует полностью процесс, куда ушли эти деньги. То есть дать старт этим. И местные органы власти должны контролировать эти деньги. И я думаю, что этим мы увеличим налоговую базу. Конечно, им дать надо окно для того, чтобы эти люди встали на ноги. Увеличим налоговую базу. Мы вернем людей, которые хотят у себя дома работать и открывать что-то новое. Мы дадим им возможность 50 на 50. Допустим, 50% он вкладывает, 50% ему помогаем. Эти люди уже будут работать он с супругой или с соседом, или с кумом. Без разницы. Самое главное, что мы этих людей обеспечим тут сами. Себя они обеспечат работой. Заинтересовать, чтобы оставали здесь. И еще одна проблема, которая существует у нас. Люди, которые уезжают на заработки, они не видят своих детей. У нас и проблемы с воспитанием, потому что дедушки, бабушки, я извиняюсь, но они иногда балуют. И дети должны воспитываться с родителями. И не только с мамой, но и с папой тоже. То есть у нас создалось много проблем. Этот вопрос, который вы задали, нам не хватит одной передачи, чтобы поговорить. Почему создались эти проблемы? Проблемы есть, нам надо их решать. Почему создались? Известно почему. Потому что нет денег, и люди уезжают. Еще один момент. у нас потерялось и вот это среднее образование, специальное среднее образование. Технические. Мы должны их восстановить. То есть, если человек не хочет учиться в высшем, ну, на магистратуру, в высшее учебное заведение, ему мы должны предоставить возможность учиться, допустим, в техникуме, как раньше было. Были училища, были училища. В технике, СПТУ. Потому что у нас сейчас проблема сварщиков, проблема плотников, проблема трактористов. Я знаю, что была такая программа развития рабочих специальностей, то есть, строители, каменщики, маляры, электрики. Я к тому, что мы и это потеряли, и это сейчас уже чувствуется. Эта проблема чувствуется в бизнес-середине. Ну, господа, хотели быть все с высшим образованием? Что делать? Ну, я хочу немножко дипломатично, наверное, резко выражусь. У нас, извините, я сейчас не говорю про какие-то индивидуумы, но есть люди, которые заканчивают высшее учебное заведение, но 2 плюс 2 не всегда 4 получается. Давайте вот так. над этим надо работать. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, насколько и почему напряжена политическая ситуация автономии и центра? Ведь если, как вы раньше говорили перед нашей программой, о том, что все ветви власти должны смотреть в одну сторону, чтобы получился результат, и в доме должен быть мир и согласие, только тогда будет благополучие. Вот на ваш взгляд, что происходит и как можно выровнять эту ситуацию? Очень тяжело выровнять, и идя от созова к созову, я всегда надеюсь, что у нас что-то получится, но не получается, потому что, если говорить открытым текстом, с момента обретения независимости Республики Молдова, все политические партии, которые были у власти, все до выборов обещают, а после этого не исполняют. А я сейчас говорю абсолютно не персонализируя, про все, вся политическая элита в Кишиневе, обещай, но потом не выполняет свои обещания. Вот после принятия в 94-м году, 23 декабря, принятия этого закона, на начальном этапе он как-то исполнялся. У нас были полномочия в Гагузии, было более четко. А начиная, наверное, с 2000-х годов, приходящие власти в Кишиневе проводят определенные реорганизации, реформы. И каждая реформа по одному, по два полномочия от Гагузии уходит. По одной, по две структуры уходит. И депутатов не спрашивают, как у них здоровье, у Башкана тоже не спрашивают. Какие действия должны быть у депутатов? Мы предпринимаем действия, но мы остались без налоговой, без статистики. Мы остались, раньше была и таможня в Камраде. То есть, все вот эти реформы привели к тому, что отбирают, отбирают и придают автономно-территориальному образованию статус приблизительно района. И мы с этим боремся. Как боретесь? Что делаете? Как собираетесь возвращать полномочия? У нас есть с 15-го года платформа межпарламентская. Вот пытаемся, но вот сейчас тоже большие обещания на начальном этапе. Когда мы собрались, я тоже являюсь членом парламентства. Вы плавно перешли в следующий вопрос, в обсуждение следующего вопроса. Я являюсь членом этой межпарламентской комиссии со стороны Гагузии. Вот на начальном этапе нам тоже сказали, что вот все ваши пожелания, не то, что пожелания, мы же готовим там проекты законов, обнесение изменений в ряд законов о полномочиях, о укреплении статуса нашего закона в Конституции, чтобы мы бы имели гарантии, что кто-то не придет и завтра отменит закон в автономно-территориальном образовании 1994-го года. то есть говорят, но вот прошло уже 9 месяцев, гордиться детям, к большому сожалению. У вас состоялось, по-моему, две или три встречи, да? Нет, там неофициальные встречи проводятся часто, где мы спорим, и когда идет готовый документ, вот только тогда мы идем уже на формальную встречу. Этих встреч очень много, но вот сейчас сменился там сопредседатель со стороны парламента, был господин Боля, Владимир, вот на следующей неделе у нас готовится формальная встреча, надеюсь, что мы его проведем и начнем работать по повестке. У нас есть план работы, там более 35 вопросов, которые мы поднимаем и требуем решения данных вопросов, но есть у нас приоритетные, так скажем, политические моменты, а есть технические, и технические вопросы тоже требуют решения. Работаем, но для меня всегда важно КПД, то есть конечный результат, конечного результата мы пока не имеем, все остается на словах, и вот бьемся, пока стенку не можем пробить. А вот объявленный съезд депутатов всех уровней, может быть, вот когда его отложили на неопределенное время, наверняка он будет, вот когда? 13 ноября есть такая дата, слышала. Нет, такой даты еще не, президиум еще не определил эту дату, конечно, мы проведем это заседание. Может быть, вот там на съезде всех, уровня всех депутатов будет один из документов, который... у нас эти съезды проводились до 2015 года, до проведения у нас в Гагузии референдума, и после 2015 года, 2015 года тоже проводились, и резолюции всех съездов примерно одинакового текста, то есть везде мы говорим о проблемах, но эти проблемы не решаются. Вот все вот эти резолюции, если собрать, они имеют почти одинаковый текст. Ну, вы правильно говорите КПД, но если за столько времени ничего не решается, значит, нужно менять стратегию, стратегию решения и поднятия этих вопросов. А вообще... В моем понимании отсутствие желания политической элиты Кишинева... Удачи полномочий или возврата полномочий Гагаузии? Да, возврата полномочий и исполнения законно. Мы же больше не требуем, мы просто просим исполнять закон, который принял тот же парламент. Мы не более просим разграничить полномочия, что делает Гагузия, что делает Молдова. И никакие мы не сепаратисты. Я даже эту тему не хочу поднимать. Мы более государственники, чем они, которые в своих уставах партии имеют пункт с объединением каких-либо... с какими-либо странами соседними. Вот я считаю, что вот это... вот эти партии вообще юстиция не должна регистрировать, которая имеет в уставе объединение с другой... Вот там сепаратизм. Там не то, что сепаратизм. Там вообще ни патриотизмом не пахнет. И вообще они сдают свое государство. Такие партии нельзя даже регистрировать. Мы должны быть патриотами республики Молдова. Мы должны быть патриотами автономии и строить свой дом и дружить со всеми. Не выбирать там мы левые, мы правые, мы восточные, мы западные или европейные. Мы сами должны строить дом. А дружить мы должны со всеми. Вот у меня такое отношение. Николай Николаевич, хочу продолжить наш разговор в русле вашего населенного пункта. Пять раз подряд депутаты избирателей села Котовское вам доверяют, вас поддерживают и вы пятый раз уже становитесь депутатом. Что было сделано за все эти годы в вашем населенном пункте, что вам так доверяют и вручают вам такой кредит доверия? Пользуясь передачей, я хочу поблагодарить жителей, которые оказывают доверие, но если бы мы ничего бы не предпринимали в этом населенном пункте, конечно насколько большой, малый, все равно люди второй раз не выбирают, если не выполняешь каких-то обещаний. У нас очень серьезные проблемы были в начале 2000-х годов, с момента приватизации были серьезные проблемы с сельхоз лидером, у нас в селе вообще отсутствовала водопроводная сеть, включая скважину, у нас отсутствовал газ, освещение, в ужасном состоянии был садик, школа, дороги, то есть все, все, так скажем, мы отставали от цивилизованного, даже рядом населенные пункты все далеко пошли, все эти проблемы создавались из-за того, что сельхоз лидер тянул в одну сторону, создал очень большие проблемы, три года не выплачивали заработная плата, не выдавались за квоты, примар занимал одну позицию, советники другую, то есть не было вот этого консолидации. Я был тогда молодой, когда первый раз был избран, это был 2002-й или 3-й год, третьем по-моему мы приступили к мандату и вот все, с чего я начал объединять. Через год-два избрался новый примар, потом мы работали с руководителем, там тоже несколько раз менялся, но мы нашли в 2009-м или 2010-м году руководителя, который работает по сегодняшний день и создали вот этот монолит, объединили людей, сказали давайте прекратим ругаться, потому что село было раздроблено, друг на друга войной шли, поджоги были, одним словом ужас, что творилось, и занялись, когда мы объединили это село, выбрали новое руководство, начали работать в одном направлении, над решением проблем, и нам удалось реализовать очень много проектов, у нас на сегодняшний день есть практически все, у нас есть единственная глобальная проблема, над которой, из-за которой я пошел на пятый созыв, не совсем горел желанием идти в этот созыв, но у нас есть проблема дороги Кангас-Котовская, которая состоит из 11 километров, из них 3 километра находятся на балансе наших региональных, то есть мы уже начали, в 21 году было построено 1 километр, есть еще 2 километра до перекрестка, а дальше дороги находятся на дороге в Молдове, республиканские дороги, Кангас-КОЕД, и вот моя задача сделать эту дорогу в черном покрытии, решая параллельно и с региональными властями, и с республиканскими, чтобы включили, сделали проектно-сметную документацию, региональные сделали, и работа идет, правда, в этом году ни одного более не выделили, но будем пытаться на следующий год решить, а через автомобильные дороги республиканские буду настаивать, и в течение этого мандата, если удастся сделать эту дорогу, я думаю, что я придам новый импульс для развития данного населенного пункта, и оно, я буду уверен, что это село будет жить еще дольше, сколько ей... Правильно, когда дороги хорошие, туда можно ездить и развивать все. Второй момент, мы должны все-таки заниматься уже, мы и газ, есть вода, есть освещение, есть школа работает, евроремонт сделали и в школе, и в садике, то есть все есть, сейчас надо думать, как в населенном пункте увеличивать экономическую базу, то есть заинтересовывать людей чем-то, чтобы организовывали свою работу, не надо ждать с Чедер-Лунги или с Яловен какого-то инвестора, человек, если имеет небольшие финансовые средства, ему надо помочь, чтобы он занимался любимым делом, если он любит пчел смотреть, пожалуйста, в этом надо помочь, если он коровами, то есть у нас в основном регион сельскохозяйственный, это теплицы, это выращивание мелкого рогатого скота, крупного рогатого скота, потому что раньше у нас в селе было 250 коров, сегодня 43 коров. Ну, работы есть много, и, как Вы говорите, консолидировать надо общество. Вы показали своим примером, что у Вас получается консолидация, разных сторон, поэтому возьмите пример, и, может быть, этот пример Вы примените в народном собрании, и будете работать в одном тандеме, совместно с исполнительным комитетом, для того, чтобы изменить жизнь к Гаузии. Без консолидации общества у нас работы не будут идти, даже не всегда вопрос стоит в финансах, сколько когда лебедь, рак и щука получается, и все эти жители данных населенных пунктов чувствуют, когда кто-то, ну, у каждого же в селе есть свои родственники, и получается население не в коем случае там работа не будет идти. Мы должны консолидировать общество и ставить задачи, поставить приоритетность решения этих задач, и только таким методом мы можем достичь результатов во всех населенных пунктах и в целом Гагузии. Также и в политическом плане. У нас есть приоритетность, но отсутствует желание республиканских властей решать проблемы Гагузии или даже вникать, некоторые даже и не вникают. Ну, наверняка, может быть, Гагузия должна чаще и больше говорить о тех проблемах и настаивать в решении их. Я благодарю вас за участие в нашей программе, сил вам и терпения работать на благо жителей Гагузии и вашего населенного пункта. Спасибо большое. Я тоже хочу пожелать всем жителям Гагузии крепкого здоровья, терпения, чтобы власть, чтобы они всегда чувствовали плечо власти в лице местных властей, в лице депутатов, в лице исполнительного комитета и в правительство. Я очень хочу, чтобы раньше говорили, мир так для связки, а сейчас мир очень важен нам. Я надеюсь, что все мы политики и региональные, и республиканские, и вообще мировые политики дадут нам гарантию, что у нас будет мир, согласие и республика Молдова не будет втянута в какие-либо конфликты. Я вам всем желаю здоровья, крепкого и мира. Пусть так и будет. Уважаемые телезрители, вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях в программе «Прямая линия» был депутат Народного собрания ГГУЗИ от избирательного округа номер 32 села Котовское Николай Орманджи. Села Котовское Николай Орманджи. Я с вами прощаюсь и желаю приятного вечера на канале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин